Возьмите, короче говоря, доспей, с которыми вы чаще всего сражаете оружие, с которым вам нравится на данный момент, и бинты. Сначала объясняю теорию, самую простую. Что касается характеристик. У вас есть 4 характеристики. Урон, здоровье, выносливость и подвижность. По факту урон добавляет просто-напросто урон к вашему оружию в процентном соотношении. Здоровье добавляет вам хитпойнты, выносливость добавляет вам вот эту вот зеленую полосочку для того, чтобы вы могли либо дольше блокировать, либо дольше там держаться на грюк кошки, там и так далее. Подвижность дает вам скорость. И не более того, скорость и в общем-то ускорение именно в бою. Вы видите, у какого-то оружия это будет 110, у какого-то там 90, у какого-то 100, у кого-то 110. Соответственно, у топоров, у двуручных всяких мечей скорость поменьше, у дубинок тоже скорость поменьше, но больше урон. У мечей больше скорость, но меньше вот этот самый базовый урон. Соответственно, скорость, чаще всего, вот у того меча, который мы чаще всего обычно используем, короткий меч с костяными шипами, у него скорость 110. То есть, чем выше это число, тем больше скорость оружия. Сравните ее там с катаной, у нее будет примерно соточка. Сравните с дубинками, с топорами, у которых будет 80-85. Соответственно, двуручное оружие обладает большим уроном, большей дальностью действия. И при этом, при всем, естественно, слабость тем, что им сложнее блокировать, она медленнее. Для тех, у кого слабая машина, на что я, скажем так, обратила внимание, просто из опыта. Когда стояла более слабая видеокарта, у меня даже там макаки пробивали постоянно по одной простой причине. Почему-то не было, либо был какой-то пролаг, либо была какая-то проблема с тем, что между замахом обезьяны и ударом реально не было вот этой самой секунды на сам удар. То есть, у меня прогружался уже непосредственно урон. Это все зависит именно от неоптимизации на данный момент игры, зависит от текущих, скажем так, настроек именно клиента. Поэтому, если у вас не очень хорошая, не топовая машина, у вас не так много оперативки, есть какие-то пролаги, особенно в бою, то, к сожалению, вы в любом случае будете испытывать достаточно большие сложности в бою. Потому что будете просто пропускать удары, потому что человек вас бьет, а у вас еще и анимация не прогрузилась. И вот эти самые полторы секунды, они решают. Поэтому, если у вас все равно сложности, то воспользуйтесь теми самыми настройками, теми самыми файлами. И дальше, что вам нужно понимать, что касается блокировки. Откройте, пожалуйста, настройки. У вас там есть параметр по поводу включить сглаживание мыши, включить поворот во время блока. Если вы обращаете внимание, то, когда вы зажимаете блок правой кнопкой мышки, у вас выставляется блок. И в зависимости от того, куда вы ведете мышку, он его переставляет. Либо на защиту головы, либо на защиту справа, либо на защиту слева. Другого, в принципе, блока не существует. Вам нужно очень четко настроить плавное блокирование по горизонтали и по вертикали. При базовых настройках, например, достаточно сложно и неудобно выставлять вертикальный блок. Поэтому чувствительность на вертикальную, именно чувствительность поставьте побольше. Для того, чтобы вам не приходилось как-то слишком сильно задирать мышку и камеру, естественно, в небо. Для того, чтобы ваш персонаж поставил блок сверху. Соответственно, по горизонтали, наоборот, надо чувствительность снизить. Для того, чтобы вы при перемещении, при движении камеры, у вас блок, если вы выставили, например, его слева, передвинули персонажа, например, правее, чтобы он у вас автоматически не передвигал Борлблок вправо, потому что иначе вы будете пропускать удары. Уменьшите чувствительность мышки для того, чтобы у вас именно в бою вот этот вот блок выставлялся правильно. И обязательно, ну, для вашего удобства, поставьте включить поворот во время блока, потому что это очень сильно упрощает вашу задачу. Если вы профессионал, все круто и так далее, лучше даже эту галочку снять и выставлять блок вручную, то есть зажимать клавишу влево-вправо и выставлять блок. Так вы будете 100% реагировать, потому что вот этот вот поворот во время блока, периодически вы даже ставите блок справа, но вас именно справа пробивают, потому что позиционирование игры немножко косячное на данный момент. Соответственно, что вам нужно понять? Что если по вам нанесли удар, то пытаться наносить удар в обратную, ВВ в этот же самый момент не имеет никакого смысла, нужно выставлять блок. Поэтому самый главный момент, это учиться блокировать и наносить удары. Для того, чтобы более эффективно работать в ПВП, надо постоянно тренироваться с друг дружкой. То есть разложили какие-то базы, что-то у вас делается, если бы на минуту так же собрались, возьмите дубинки, разденьтесь там до гола в доспехами, просто смотрите, сколько урона вы, скажем так, получаете, сколько вы вообще ударов можете пропустить, тренируйтесь против разного оружия, потому что у каждого оружия разная длина, то есть именно радиус досягаемости, и нужно понимать, где нужно сделать шаг назад, где нужно отойти. С двуручным оружием всегда желательно делать шаг назад и наносить удар именно на отходе, потому что вам нужно контролировать дистанцию. С оружием ближнего боя против двуручного наоборот надо наступать. В ближнем бою на одинаковых условиях тут как бы все зависит, кто правильнее будет выставлять блоки вовремя. Вот и все. Так, у нас как раз таки 8 человек, вот прям как стоим, так давайте тренироваться, расходимся чуть-чуть на небольшой расстоянии, чтобы не мешать друг другу, и поехали. Не забывайте, да, про удар ногой, особенно когда мы сражаемся на кораблях, потому что так вы спихиваете вашего противника с корабля. По поводу скорости удара. Удар сверху самый быстрый, удар слева и справа чуть помедленнее. По поводу того, каким образом можно перекинуть вообще ваши характеристики. Если вы хотите наносить много урона, но по факту для PvP нужно только 2 характеристики, то есть это урон и хитпоинты, то есть здоровье. Все остальное несущественно. Соответственно, если нужно перекинуть, то можно приехать на любую торговку, там за, по-моему, за 1000 монет примерно продается зелененькое такое зелье, называется что-то там зелье кочевник, или как-то так, скитальцы, да. Оно скидывает все ваши хитпоинты, вот эти все параметры, которые вы раскидали, вы можете заново их перераспределить сколько угодно раз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok